Музыка 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 Халло, любые фронты В сегодняшнем уроке немецкой драматики простыми словами, хотела бы вместе с лёгким остановиться на окончании прилагательных немецких языков. Давайте попробуем пройтись по таблице. На мой взгляд, проблема с пленением прилагательных немецких языков и изменением их окончаний тема довольно сложная для понимания школьников. А приводимые в учебниках таблицы окончания прилагательных немецких языков и, конечно, облегчая навигацию по склонению прилагательных немецких языков, для успешного использования нужной экстремиологии, а ученики и таблицы стоят. Путалась в них и я, честно скажу, и проблема, как выучить окончание прилагательных оставалась на решенных целых лет 15 моей рабочей практике. Ну, конечно, естественно, я выучила таблицу, но мало того, что продолжала в ней путаться сама, так и объяснить детям толком не могла, а просто советовала выучить. А успехом применения правила является его пониманием. Понимание, почему так происходит или почему мы делаем именно так. Вот объясняя тему в пленении нам прилагательных немецких людей в сотый раз, я наконец смогла подобрать формулу объяснялку теменения окончания немецких прилагательных. Ну что ж, если вы готовы слушать, то давайте попляшем. Значит, начнем мы с повторения артиклей. Ну, выполните следующее задание, пожалуйста. Замените определенный артикль, неопределенный. Для этого давайте используем таблицу для начала. В номинате мужской род артикль будет der, определенный артикль, и неопределенный ему ein. Средний род это das, определенный артикль, и неопределенный также ein. В женском роде это die, и неопределенный артикль ein. Во множественном числе определенный артикль будет die, и неопределенный артикль отсутствует. Ну вот, der Vater, артикль der, заменится ein, выйдет ein Vater. Die Mutter, соответственно, eine Mutter. Das Fenster, ein Fenster. Die Fenster, во множественном числе, Fenster. Потому что неопределенного артикля во множественном числе повторюсь, нет. Помните, das Fenster во множественном числе меняет только артикль. Но это так, как справка. То есть, тут все просто. Артикль der, и das, станет ein. Артикль die, станет eine. Во множественном числе еще раз повторюсь, неопределенный артикль. Так, следующее задание. Делаем наоборот. Надо заменить неопределенный артикль определенным. То есть, нужно вместо ein поставить либо der, либо das. Вместо eine надо поставить die. И множественное число, там где нет артикля, естественно, поставить определенный die. Тут задание осложняется тем, что неопределенный артикль не определяет мужской и средний род имени существителей. Поэтому его необходимо определить самостоятельно. То есть, вспомнить, с каким артиклем вы учили это слово. Естественно, если вы учили fater, ster fater, вы его легко замените и вспомните. Если вы помните, что mutter вы учили, die mutter, это тоже вам плюс. Если вы учили, помните, fenster, это будет das fenster, а не der fenster, то вам тоже огромный плюс. Если вы запомнили, что fenster, die fenster, вы учили с das fenster, и die fenster, это множественное число, то, естественно, это вообще замечательно. Но если вы забыли артикли, с которыми вы учили это слово, вам придется обратиться к словарю. Ну вот, мы немножечко потренировались, а теперь переходим непосредственно к первой строчке таблицы с планением прилагательных. Такое задание. Нужно поставить окончание прилагательных с определенным артиклем. Der groß – поставить окончание fater. Das groß – окончание fater. И так далее. Первая фраза, с которой вы должны начать свой анализ, должна звучать так. Какой здесь артикль? Определенный. Значит, род существительного уже определен. И с чистой совестью ставите всем прилагательным окончание e. В подобной позиции с определенным артиклем окончание e примут все прилагательные первой и последней строки таблицы, кроме правого нижнего квадратика мужской рода акузатив. Вот если вы посмотрите на таблицу, то первая и последняя строчки – это номинатив и акузатив. И левый нижний кубик нижней строчки – это акузатив мужского рода. Прилагательное возьмет окончание e. Моим детям так запомнилось быстрее. Идем дальше. А прилагательное во второй и третьей строчках таблицы, т.е. посередке. И в первом кубике последней строчки окончание прилагательное будет n, 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 n. Второе. Теперь поставьте окончание прилагательное с неопределенным артиклем. Помним первую фразу, начало анализа. Какой здесь артикль? Неопределенный? Значит, его надо определить. Т.е. нужно вспомнить тот артикль, с которым вы учили это слово. Ein Vater. Вспомните, пожалуйста, вы учили. Der Vater или das Vater. Вспомните, по таблице артикль ein может быть у двух существительных, мужского или среднего рода. Der Vater или das Vater. Вспомнили Der Vater. Какая буква последняя в артикле der? Вот ее и ставите в окончании прилагательного. Ein großer Vater. Второе существительное. Ein Kind. Какой здесь артикль? Неопределенный. Значит, его надо определить. Вспомним, пожалуйста, с каким артиклем мы учили это слово. А учили мы его с das Kind. Последняя буква артикля. Es. Значит, в конец прилагательного ставим es. Ein großes Kind. Eine Mutter. Тут немного проще. Артикль eine – это всегда показатель женского рода. Тут даже не нужно вспоминать, каким артиклем вы учили это слово. Вы вспоминаете, даже не вспоминаете, вы просто переносите окончание e из артикля eine в ваше прилагательное. И выходит eine große Mutter. Далее. Jung Kinder. Помним, какой здесь артикль? Неопределенный. А здесь вообще нет артикля. Значит, его нужно определить или вспомнить. Во множественном числе нет неопределенного артикла. Поэтому вспоминаем определенный. В определенном – это множественное число, артикль – di. В конце артикля стоит буква e. Значит, ставим прилагательное e. Jung Kinder. То есть, с неопределенным артиклем имя прилагательное будет иметь окончание определенного артикля в первой и четвертой строчке, кроме левого нижнего мужского рода акузатива. Видите, первая и последняя строчки и левый нижний кубик отсутствует. Окончание определенного. А во второй и третьей строчке и левом нижнем кубике акузатива мужского рода окончание прилагательное будет везде n, 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 n. Переходим к следующему упражнению. Поставьте окончание прилагательное без артикля. Alt – окончание Vater. Alt – окончание Kinder. Alt – окончание Mutter. Alt – окончание Kinder. И начинаем мы опять с фразы Какой здесь артикль? Здесь нет артикля. Значит, его нужно вспомнить. То есть, нужно опять вспомнить тот артикль, с которым вы учили это слово. Vater – мы учили der Vater. Какая буква последняя в артикле der? R. Вот ее и ставьте в окончание прилагательного. Alter – Vater. Kind – с каким артиклем вы учили это слово? Das Kind – последняя буква артикля S. Значит, в конец прилагательного ставим S. Altes Kind. Mutter – с каким артиклем мы учили? Die Mutter – последняя буква артикля. Die – э. Значит, э и ставим прилагательный. Alte Mutter. Kinder. Здесь есть артикль. Здесь нет артикля. Его нужно вспомнить. Kinder – множественное число. Значит, артикль die. Его окончание – э. Поэтому это э мы и ставим нашему прилагателю. Alte Kinder. Тут правило гласит следующее. В этом случае нет никаких указателей на род и падеж. Поэтому без артикля имя прилагательный будет иметь окончание определенного артикля во всех строчках. Если вы рассмотрите таблицу определенного артикля, то все окончания определенного артикля во всех падежах в единственном и множественном числе перейдут к вашим прилагательным, если ваше прилагательное стоит без артикля. То есть, ориентируясь по таблице склонения артикля, имя прилагательное получит его окончание. Подведем итог. Сначала мы произносим волшебную фразу. Какой здесь артикль? Если определенный, то тут уже все определено. И прилагательному достаточно окончание – е. Первой и последней строчках таблицы, кроме левого нижнего кубика. А во второй и третьей строчке таблицы, плюс левый нижний кубик, окончание у прилагательных будет – n. Второе. Если артикль… Вернее так, сначала опять произносим волшебную фразу. Какой здесь артикль? Если артикль неопределенный, то его нужно определить. И окончание этого артикля – поставить прилагательному в первой и последней строчках таблицы, кроме левого нижнего кубика. А вторая и третья строчка таблицы – это генетип и датик, плюс левый нижний кубик, мужской род акузатив, прибавляет вашему прилагательному окончание – n. Третье. Опять говорим волшебную фразу. Какой здесь артикль? Если артикля нет, то его нужно вспомнить. То прилагательное примет на себя его функции и окончания. И тогда ориентируемся на таблицу определенного артикля. То есть вспоминаем определенный артикль, с которым мы учили это слово, и его окончание ставим нашему прилагателю. Все. И скажу по секрету, только выявив такое объяснение и склонение имен прилагательный, только создав вот эту навигацию по таблице, только тогда я сама перестала путаться в окончании немецких прилагательных. Ну, объяснение занимает весь урок, конечно, но это того стоит. 80% моих старшеклассников поняли, как склонять прилагательные немецкого языка. Дело теперь за практикой. И выполнение упражнений. Подобная навигация по таблице подходит визуалам. А чем кот не шутит, другие остальные полезны будут. Так что успехов вам в вашей работе. Подписывайтесь на блог. Правил в немецком языке много. Я буду рассказывать, как я их объясняю на своих уроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...